Евгений Пригожин признал, что подконтрольные ему террористы из ЧВК Вагнера не могут прорвать украинскую оборону в Бахмуте и, скорее всего, попытается обвинить в своих неудачах Минобороны или военную промышленность РФ. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны. Так, давний конфликт Пригожина и Шойгу, поскольку обвиняет он Министерство обороны РФ, обвиняет он всех Герасимовых и Суровикиных. Там давнее противостояние. На каком сейчас этапе это противостояние и кто побеждает? Вы знаете, это, конечно, увлекательная война между кланом Пригожина и кланом Шойгу, между частной военной компанией Вагнер и российской армией. Увлекательнейшая война, которая, безусловно, на руку Украине. Сегодня я увидел фрагмент из выступления уже такого подзабытого испанского блогера Шария, где он наехал со всех сил на Шойгу. То есть, мы же понимаем, значит, ему сейчас платит Пригожин, видимо. Потому что Шарий без денег шага не делает, без российских денег. Он на российских деньгах, я уверен, прочно сидит. И сейчас он наехал на Шойгу, значит, зарядил его Пригожин. Кто бы же Шария так зарядил, чтобы он на этом заряде куда-то улетел? Ну, слава богу, что украинцы его уже не смотрят давно. Мусорку эту, помойку. Талантливый человек, талант на службе дьявола. И это всегда опасно. Не опасно, когда на службе дьявола Чичерина. Потому что на нее смотришь и понимаешь, что ну да, здрасте. А тут все-таки он, Шарий, владеет искусством обольщения аудитории. Он энергетичен, он понимает, как надо разговаривать с людьми. Когда враг в таком обличии, это всегда плохо. Так вот, что происходит между Пригожиным и, чуть не сказал Чичериной, и Шойгу. Хотя какая хрен разница, они все там на одно лицо. Значит, Пригожин сказал Путину явно, ну как говорят источники. Что смотри, не могут твои вот эти Шойгу, Герасимов, это бездали, воры. Они все пропили. Кстати, ему вторит Пригожину Гиркин, это все одна банда. Они все продали, все пропили. Они все, значит, тебе втирали, значит, информацию давали, чтобы ты в розовых очках был. На самом деле армия не такая, как они тебе рассказывали, они тебя подставляли. И вот теперь, смотри, шаг за шагом Украина отвоевывает свои территории. Только ЧВК Вагнер, только я сейчас покажут, как надо с украинцами биться. Мы сейчас, и что, я себе беру Бахмут, и мы сейчас прорвемся там и покажем, как надо этим армейцам. Но с Бахмутом ничего не получается и не получится уже. И Пригожин это понял, и Пригожин записал видео, где сказал, что да, не получается. И, естественно, он сейчас свернет это все на кого? На Шойгу и Герасимова. Он скажет, смотрите, уже там его вагнеровцы записали неделю, по-моему, назад видео, где называют начальника генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, генерала армии Герасимова банальным дарасом. Говорят, ты слышишь, ты, ты нам оружие не прислал, мы тут, да мы тебя, ну представить такое. Говорят, невозможно просто так, значит, они получили высочайшее соизволение. Путин, видно, там сидит и стравливает их потихоньку еще, он тоже кайфует от этого. Короче говоря, что скажет Пригожин? Пригожин скажет, мои орлы были готовы к тому, чтобы взять Бахмут. А эти Шойгу, Герасимов совали нам палки в колеса, не поставляли вооружение, делали все для того, чтобы мы не справились, чтобы потом сказали, что мы не сдебные. Но что самое интересное, что мне реально кажется, я думаю, что Герасимов и Шойгу, Шойгу и Герасимов действительно совали этому опарышу Пригожину палки в колеса, чтобы он не справился. Я настаиваю на этом. Я объясню, почему. Потому что если у них не получается прорвать оборону Украины в районе Бахмута, а у Пригожина получится, значит, они просто несостоятельны, это им приговор. Поэтому, я думаю, они сделали со своей стороны все возможное, чтобы у Пригожина не получилось. Эта война между кланами в России очень нам выгодна. И мы всячески это приветствуем. Поэтому, ну, мыши с гадюками сплелись в тесный клубок и друг друга поджаривают. Это не может не радовать всех нормальных людей в Украине и за ее пределами. На полигон Абуз-Лесновский в Брестской области, где размещена российская часть совместной группировки в боях, прибыл Александр Лукашенко. Как передает Белта, Лукашенко заслушал доклад о завершении боевого слаживания части группировки. В материале агентства говорится, что неназванный представитель российских вооруженных сил рассказал Лукашенко о завершении совместных учений. И далее цитата. Так, что за общее дело делает Лукашенко, мы понимаем. Это война против Украины. Да, сейчас не в полном объеме он предоставляет все, что может, а именно белорусская армия пока не зашла на территорию Украины. Тем не менее, происходит агрессия с территории Белоруссии. И это происходило с 24 февраля. Чего ожидать от Александра Григоровича? И не пойдет ли он куда-то приторговывать своим задним местом таким образом, чтобы как-то сохраниться? Понимая, что Путин рано или поздно проиграет, а ему как-то падение режима Путина, скорее всего, придет и падение режима Лукашенко. А это значит, что он окажется или в тюрьме, или... Ну, Александр Григорьевич уже в возрасте. Я думаю, что его заднее место уже никто не купит, если даже он собирается им торгануть. Но это все шутки. А если серьезно, то я не удивлюсь, если Александр Григорьевич ведет переговоры с Западом, переговоры оживленные, активные. Сейчас что он делает? Он вот так вот водит Путина за нос. Вот так водит, так водит. Все время водит его. Путин это понимает, злится, но ничего не может сделать с этим колхозником. Ненавидит его, презирает. Убить хочет, отравить, застрелить, все что угодно. Мучить хочет. Но не может пока ничего сделать. Колхозник попался упрямый, умный, хитрый, изворотливый. Бывший политработник, что вы хотите. Он, конечно, хитро сделанный, Александр Григорьевич. Я думаю, что я не удивлюсь, короче, если окажется, что все это время Лукашенко был в тесном контакте с Западом. И по этой причине не начал войну Беларуси с Украиной. Хотя по факту она и идет, потому что Беларусь предоставляет территорию российской армии под нападение на нашу страну, под летательные все эти говносамолеты и так далее. Но я думаю, что я не ошибаюсь. Я думаю, что он в плотном контакте с нашими западными друзьями. И правильно, для него это возможность сохранить жизнь. Ни о чем Лукашенко так не думает, как о сохранении своей жизни. Это для него приоритетное задание, приоритетная задача. А Путин, какой нахрен Путин? Кто он такой? Лукашенко себя видит намного круче Путина. Потому что он еще, когда Ельцин был президентом России, он мечтал, об этом мне несколько источников говорили, стать президентом объединенного государства после ухода Ельцина. И появление этого ленинградского КГБшника недоделанного стало для него вообще личной трагедией. Поэтому для него Путин вообще никто. Он и ростом вышел, и похитрее будет. Хитрый такой белорусский колхозник. Посмотрим, посмотрим, как будет дальше. Но пока я вижу такую ситуацию, такое развитие событий. Также в комментариях просят нас озвучить. Но, Василий Иванович, я хочу сказать, что какие бы переговоры он ни вел, что бы он ни делал, это подонок. Лукашенко, подонок, потому что так, как он поступил с моей страной, мог поступить только лгун, подонок, негодяй. И для меня он и Путин неразрывны. Это два фашиста. Спасибо. Спасибо.